Расскажи вообще о своем состоянии. Сейчас очень много играешь. На самом деле это хорошо. Набираюсь опыта, набираюсь практики для уверенности, для внутреннего состояния. Это отлично. Только рад. Впереди два матча, в том числе с латышами. Для предыдущих молодежных сборных было характерно относиться к матчам с аутсайдерами. Я не думаю, что именно для нашей сборной такое невозможно. Потому что все приезжают сюда с горячими глазами и все хотят побеждать. И атмосфера, все в коллективе, все отлично. И такого точно не будет. Как вообще сейчас оценишь шансы на выход? Дальше сильный соперник? Оценивать как-то, я думаю, все только зависит от нас. Как мы сыграем, что мы будем делать на поле. И все в наших руках. Поэтому постараемся приложить все усилия и добиться максимального результата. Нет ли от такого чувства давления? Потому что если не выйдет в сборную финальный этап, наверное, могут это не понять. Потому что такой состав сильный. Сулейманов, все игроки Краснодара, Думы, ЦСКА. То есть все играют в топ-клубах. На самом деле играют в футбол не игроки, а команда. Это, наверное, самое главное. Из всех предыдущих созывов можно такой вывод сделать. Поэтому самое главное сплотиться вместе как коллектив и как команда. То, что все играют отдельно в клубах, это совсем другое. Поэтому, еще раз повторюсь, приложим все усилия, чтобы победить, чтобы выйти на Евро. Если говорить о команде, то ты говоришь, что не нужно сплотиться. Как вообще проходит этот процесс? Потому что долго вы видитесь, вот собираетесь. И как сейчас очень команда настроена, что вы сделаете? На самом деле, всегда, когда приезжаем, всегда все довольные, все радостные. Друг друга долго не видели. Я думаю, все отлично с этим. Поэтому только играть, только играть. Каково, кстати, число себя самым молодым в молодежной сборной? Получается, вы единственная победа с 2000-го года рождения, если не ошибаюсь? Ну, был Степанов еще. Сейчас, да. Но, да и не сказал бы, что как-то что-то отличается от других. Стараюсь как бы быть в коллективе на равных. Тут нет такого, что типа кто-то младше, кто-то старше. Поэтому все отлично с этим. Мячи таскать не заставляю, да? Ну... Да нет, ну, конечно, помогать. Это вне зависимости от возраста. Это уже человеческие боли качества. Наиль, ну, нельзя не спросить. Сейчас начал играть очень много в Спартаке, именно при ТДСК. Сам удивлен на таком количестве игрового времени? В примере, Иль? Ну, ну, удивлен. Ну, вопрос как-то неправильно, наверное. Ну, рад. Ну, рад. Рад, это, конечно, удивлен как-то. Не думаю, что футболист, который играет в премьер-лиге должен быть удивлен как-то. Ну, просто до этого тебе не давали такого времени, в предыдущем тренинг? Ну, ну, всему свое время. Приходит время, когда ты играешь. Когда-то нет. Вне зависимости, там, удивлен, не удивлен ты. Нужно просто доказывать и тренироваться, играть, наслаждаться. А то, что меняют регулярно в концовках, это связано с физическим состоянием или все-таки это тактические решения тренерских штабов? Ну, я думаю, это спросить лучше у главного тренера. Ну, так, если по физически, то единственный матч, когда прям действительно елся, это локомотив был. А так, в основном, ему хватает. Более-менее так. Если в сегодняшней тренировке было много дурачества, таких веселых моментов, как вы можете прокомментировать? Каких дурачеств? Не особо помню такое всегда. Сегодня, вчера, да, может быть, там такая легкая была, потому что после игр все вернулись, кто в субботу играл. А сегодня уже полностью сконцентрированы, полностью никаких дурачеств, как вы выразились, не было. Скажите, такой еще вопрос. Сейчас действительно состав сумасшедший, как я уже говорил, и очень много молодежи играет даже в топ-клубах. Вот ваш пример. С чем это связано? С тем, что стали больше доверять молодым или что появилось такое сильное поколение, можно сказать, миллениалов практически, 99-х? Да, ну, сложно, наверное, ответить. Это все в совокупности, и шанс какой-то предоставился, и у кого-то по позициям легче, не знаю. Это все в совокупности, я думаю. Какие-нибудь еще два вопроса? После чемпионата мира, как-то наш народ начал смотреть еще и молодежку, ходить на трибуны, активно поддерживать, и даже выездные матчи наши болельщики слышны. Как вообще это чувствовать? На самом деле, атмосфера просто топ. Больше сказать нечего. И в Екатеринбурге, и в Мордовии просто наши болельщики сделали, ну, можно сказать, игру. Очень приятно, когда ты приезжаешь в такие города и чувствуешь эту поддержку. Просто хочется и дальше жить, и играть. Санислав Павлович в сборной ставит грандиозную задачу выиграть на чемпионате Европы. Какие грандиозные задачи ставят вам? Ну, вообще, все у нас очень амбициозные ребята. И, конечно, хотелось бы показать себя и на чемпионате Европы, и в дальнейшем, там, Олимпиада и все такое. Но для начала нужно все постепенно и пройти сейчас вот этот этап, выйти на Евро, и дальше уже будет видно. Ну, ты сам перед собой какие задачи ставишь на этот сезон? На этот сезон сейчас спокойно выиграть два матча в сборной, приехать в клуб и набирать как можно больше очков. Побеждать и наслаждаться. Наслаждаться.